Любая боль тебя может подталкивать под ножик с топором. Мне стало что-то не по себе. Думаю, Евгений Николаевич, а ты чего, такой придурок не можешь найти? Как уйти от нажатого бора? Я нырнул в эту тему и столкнулся с самым простым материалом, или вернее, неправильно сказал, с самым сложным материалом. Это наша вода, питьевая вода, да. Я когда приоткрыл колебания воды, ой, знаете, как мне было приятно по-своему, потому что она всем доступна. Она, как бы сказать, ни какой-то такой большой премудрости там нет. Это вода, два камня резонаторные и три капли йода. Весь механизм, как бы, заключается вот в этой банке. Банка, шланг, банка, пятилитровый шланг. Я, почему эту тему не один раз касаюсь, въехайте, пожалуйста, в эту тему максимально. Максимально, потому что, чтобы вытащить у вас причину болячек, это насекомые, это, может быть, глисты, чего угодно. Да, они где угодно. Половая система, мозгах, кровеносистема и так далее, и так далее, и так далее. Я просто туда забрался по максимальной, по максимальной, потому что на кухне для этого каких-то вещей больших особых не надо. Банка, шланг. Дайте покажу шланг, а то это не все понимают, что такое шланг. Да. Банка, шланг, три капли йода. Девочки, все видели шланг? А то мне потом будет западать, что такое шланг. Я вообще, как бы, тихо обалдевает это всего, да. Три капли йода и два камня. Ну, волновые камни не у всем под силу покупать, да. Возьмите речную гальку. Речную гальку. Кремний или кварц. Ну, примерно, да. Можно взять сердолейки, т.д. И тому подобное. Вот это вот, когда боль кота происходит в воде, да. Вот это рождается синхронность воды. Кислород и водород разбиваются. И начинает работать как насос. И все, что у вас там, внутри вас, в этой коре головного мозга, она выйдет сюда. Вам никак не в домек, как это через костяшку может выйти этот механизм. Как он работает. А на самом деле, ничего особо мудреного нет. Потому что мы не очень понимаем, что такое синхронность кислорода-водорода. Мы не очень понимаем, как это так. А мощность этого направления огромная.